Сегодня в твоем вечере преподаватели школы топ-дэнс клуба Екатерина Сергея. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы рассказываете нам о социальных танцах. Почему социальные? Первый вопрос. В чем разница между обычными танцами? Простите, пожалуйста, я сразу внесу ясность, потому что не все знают, что такое социальные танцы. Сегодня я сказала, у меня будут педагоги по социальным танцам, они мне спросили, что это такое. Я, честно говоря, думала, что это танцы тем, кому за 50. Ну что, это какой-то некий... Спасибо. На самом деле это не так. Мы просто хорошо выглядим. Я думаю, Катя начнет, а я потом продолжу немножко. Встречный вопрос. Что вы имеете в виду под словом обычные танцы? Ну, скажем, когда-то в детстве я занимался бальными танцами. Это было давно и неправда. Но их так и называли бальные танцы. Есть, не знаю, танцы латино, народные, хип-хоп, но не специальные. Все просто. Андрей, одно дело, когда вы ходите, например, два раза в неделю в спортивный клуб и изучаете джаз, модерн или латину, или стриптиз-танец, или что-то еще. И другое дело, когда у вас есть еще какой-то социум, в котором вы потом тренируетесь. Потому что я знаю, что есть сальсоклубы очень популярные, вечеринки сальса. Все именно так. И, наверное, первое, чем отличаются социальные танцы, это в том, что... Вы правильно сказали, что есть варианты, когда можно просто прийти пару раз, скажем, на тренировку, в спортзал, еще куда-то. А можно после этого еще и применить эти умения на танцполе. То есть я правильно понимаю, что у вас есть и тренировки, и вечеринки, где вы потом оттачиваете мастерство? Потому что я была уверена, что вот сальсо учится танцевать как раз на вечеринке. Выпил немножко мартини. Познакомился с симпатичной девушкой. Девушка показала несколько движений. Я могу сказать, что так большинство начинают. Потому что обычно я привожу с собой подругу или друга, говорю, пойдем со мной на вечеринку. Он еще или она ничего не умеет. Она выпьет мартини, посмотрит на все своими глазами и думает... После мартини уже не своими глазами. Там всякое бывает. И что она думает? Как здорово? Я думаю, а когда у вас тренировки? И приходит к нам танцевать. Хорошо, что нет социального бокса. Сначала они оттачивают мастерство на грушах, а потом выходят в народ. После мартини. После мартини. Да, потому что очень часто народ узнает о социальных танцах, именно увидев своими глазами, как это происходит. Либо уже если кто-то там сейчас часто люди делятся ссылками в социальных сетях и так далее. Какие танцы у вас в программе? Ну уж явно не вальсируете на паркете, да? Есть разные варианты. Я вот кроме сальса не знаю. Самый популярный это, наверное, сальса все-таки. Есть также еще бачата и кизомба. Кизомба? Кизомба. Сколько новых слов. Что такое кизомба? Это танец в тресте. Но если мы говорим, скажем, бачата и сальса это латиноамериканские танцы, то кизомба это больше африканский танец. С африканскими корнями. На бедренных повязках, с копьями, кольцом носу. Не совсем. Все так же танцуется в парах. Но кизомба это более закрытая позиция, когда пара находится ближе друг к другу. И это более сенсуальный танец. Это уже следующий этап развития отношений, когда вы начинаете ходить в социальный танец. Без предварительных сальс кизомба это уже немножко ретон. Это хорошо, что во всякой кизомбе нужна предварительная сальса. А вечеринка, она как-то организована? Есть ведущий, который говорит, а сейчас все на танцпол, а сейчас мы сделаем перерыв, а сейчас те, эти, нет? Есть несколько форматов, назовем это так, для вечеринок. Например, формат вечеринки, еженедельная вечеринка. Каждый понедельник мы приходим в этот бар, в этот клуб, где у нас есть диджей, которые ответственны за музыку. И все танцуют. Дальше уже дело организаторов, как они это будут оформлять. Будет там перед самой вечеринкой небольшой воркшоп для тех, кто только пришел и хочет только познакомиться как раз с танцем, или не будет. Есть вечеринки, которые устраиваются и в топ-дэнс-клубе у нас, которые мы проводим раз в пару-тройку месяцев, которые больше, где мы делаем шоу, где мы делаем речь, где мы рекламируем или представляем нашим студентам какие-то мероприятия новые, которые грядут. Иногда мероприятия устраиваются большего масштаба. Например, раз в год или раз в полгода можно пригласить каких-то зарубежных учителей. Мастер-класс. Которые дадут мастер-классы, выступят в шоу, будет целая программа. Слушайте, а дайте нам мастер-класс. Давайте от слов к делу перейдем. Вот на наш импровизированный танцпол мы Екатерину и Сергея приглашаем. Покажите для начала что-то из социальных танцев. Тогда мы, наверное, начнем с сальса. Мы примерно покажем, что это такое и как это выглядит. Мы по пятницам здесь вообще обычно бальными танцами занимаемся. Ну, в меру своих сил и способностей. Мы зайдем. Мы тоже немножко умеем. Ну, давайте посмотрим на сальс. Пожалуйста, музыку. Вот. Аня, видишь? По сравнению с нами люди все-таки что-то могут, чему-то научились. Долго занимались? Мы тут, понимаете ли, уже несколько месяцев в эфире сидим. Давай, вставай, пойдем тоже сейчас учиться. Ничего, что мы танцуем по пятницам примерно по три минуты. Я думаю, что Катя с Сергеем у них более продолжительные тренировки. Да, у нас как раз сейчас новые курсы набираются и по сальсе, и по кизомбе, и по бочате. Так что можете к нам прийти. А откуда вы берете молодых людей? Любой, да, может прийти вот так? Абсолютно любой. В том-то и дело, что это и курсы не для тех людей, которые занимаются всю жизнь другими танцами или начинали с чего-то другого. Люди могут приходить с нулевым уровнем. И, в общем-то, это наша аудитория есть. То есть те, которые никогда в жизни ничего другого не танцевали. Любого роста, возраста, веса, комплекции. Абсолютно. И опыта. А Каниному вопросу возвращаясь. Где вы берете молодых людей? Их же надо как-то особенно завлекать на уроки танцев? Привлекаем. Зачем мне конкуренты, сказал Сергей. Привлекаем девушками, которые приходят. А вы знаете какие-нибудь прекрасные романтические истории? Когда к вам пришел молодой человек, пришла девушка, и раз, у них через 6 месяцев роман. Это, наверное, вопрос. Я даже не знаю. Станцевались они. Однажды ко мне пришел студент на урок по кизомбе и сказал, Я к вам буду ходить на кизомбу. Сколько часов у меня пойдет, чтобы я выучила основной шаг? Так. У него был план какой-то. У него был план. Скоро мы пожениваемся. С этим студентом? Так что такое бывает. Да. Так получилось. Так что ты про себя сейчас рассказываешь? Обалдеть. Так что, бывают разные варианты. Я надеюсь... Это лишь одна из романтических историй. А так у нас очень много, очень много людей талантливых, которые кого-то ищут, пытаются найти друзей, занимаются спортом. Кто-то пишет объявления, кто-то на сайтах знакомств. Мы нужны социальные танцы. Я надеюсь, твоя жизнь их не будет возражать, если ты научишь паре движений из сальса меня, а Сергей, соответственно, мою соведущую. Попробуй. Видишь, нам будет удобно. Вот как надо учиться танцевать бальные танцы тоже. Чтобы стоять сразу в двух парах и смотреть, как это делается, и сразу пробовать выполнять. Так, основной шаг. Сейчас попробуем, да, начнем с основного шага. Партнеры, мы начинаем с левой ноги вперед. Девушки, вы начинаете с правой ноги назад. Мы делаем шаг. Второй ногой на месте и обе ноги вместе. После этого пауза на четыре. И мы продолжаем с правой ноги. Что значит пауза на четыре? Если мы будем... Раз, два, три, четыре пропуска. Раз, два, три, четыре пауза. потом продолжаем с правой ноги назад 5 6 7 пауза сейчас мы сделаем один основной шаг 1 2 3 5 6 7 после чего мы поведем девушку в обычный поворот направо что самое главное это то что нельзя представлять о том что чтобы повести девушку это нужно ее силой женщина делаешь что я тебе с ней иногда по-другому не получается поэтому понимать у нас проблемы с больными танцами нужно сделать это дать знак девушки на 3 поднять руку наверх после чего она понимает что это поворот и делает его уже зная вырабатывается с годами рефлекс как у собаки павлова партнер поднял руку ты крутишься ну что может быть даже под музыку попробуем попробуем справишься поехали и 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 дайси основной шаг еще раз основной шаг из поворота а что у меня получается давайте вернемся на диван спасибо за этот небольшой мастер-класс и все-таки главное это в социальных танцах это костюмы это платье это у меня танцевать желание учиться а хорошие танцевальные туфли это бонус все-таки сколько времени занимает среднем чтобы освоить сальсу хотя бы так чтобы было непозорно танцевать на вечеринках давайте среди серёжа у нас всегда всем кажется вот с начинающим кто приходит что вот если они выйдут на танцпол все будут смотреть только на них как у них не получается никогда так не происходит всегда смотрят на тех кто на танцполе уже классно смотрится и на них хочется смотреть а те кто только начинают да они начинают с каких-то простых движений но никто там не будет смотреть и говорить а вот я видел что ты там не в так шагнул то есть люди могут начинать скажем через месяц когда они освоят основной шаг пару простых движений главное как пелось в одной из известной песни даже несмотря на дикцию исполнительно можно было разобрать о чем там поется не надо все снятся это главное я могу добавить к сереже нам словам что некоторые люди когда они вот с мартини это начали да они могут параллельно с тренировками весь этот первый месяц ходить на вечеринки никто не запрещает потому что чем больше ты в атмосфере чем больше ты слышишь ритм чем больше ты слушаешь мозгу ты привыкаешь и в принципе никто не запрещает тренировать тот же самый basic основной шаг кто не запрещает даже просто прийти на вечеринку и пообщаться а есть все таки какой-то регламент как нужно быть одетым или нет для начала как угодно а у нас есть один точно регламент это то что сейчас мы вынуждены заканчивать увлекательный разговор у нас были екатерина плотникова сергей володин из клуба top dance club . и наш сайт на котором можно найти всю информацию